Ленинградская область 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 Самый старший в этой группе – Роман. Он решил стать сапожником, чтобы затем открыть свою надомную мастерскую по ремонту обуви. Я просто давно уже без ноги работал неофициально, но сторожем там. Потому что инвалиду, как говорится, сложновато устроиться, и приходилось неофициально работать. Без трудовой, без всего. По статистике, только 2% инвалидов, которые могут и хотят работать, трудоустроены. Вопрос, как заинтересовать работодателей и брать на работу людей с ограниченными возможностями, стоит сегодня на повестке дня. В 90-х годах было льготное налогообложение для тех, кто принимал на работу инвалидов. Потом это постепенно, как и законодательство, ушло. Возможно, просто надо задачу поставить такую именно экспертом, которые просчитали бы потребность, необходимость и что может бюджет позволить в этой связи. В конце ноября вопрос о возвращении налоговых льгот для социально активных бизнесменов будет озвучен в законодательном собрании Ленинградской области. Инициатором идеи стали члены Совета предпринимателей. Параллельно в мультицентре интеграции инвалидов создают базу данных работодателей, готовых брать на свои предприятия особых людей. С опозданием в неделю Ленинградская область отметила День народного единства. Праздник пришлось перенести в связи с трауром по погибшим в авиакатастрофе. Их память, собравшиеся почти ли минутой молчания. Торжество проходит второй год подряд и вновь оно становится заключительным в серии патриотических мероприятий. И традиционно его посетил губернатор Александр Дрозденко. То большое мероприятие, которое мы проводили в этом году в Сосновом Бару, этот день российского флага, показал, насколько молодежь вовлечена в наши патриотические мероприятия. Насколько сегодня усилилась волонтерская работа среди молодежи. Поисковые отряды, патриотическое воспитание, помощь старшему поколению. Все это сегодня уже присуще нашим юношам и девушкам. В этом огромная заслуга вас, тех, кто сегодня находится в этом зале. Пришлите от имени правительства Ленинградской области поздравить вас с Великим Российским праздником. Да, это молодой праздник, но это великий праздник. На праздничной встрече наградили представители общественных, религиозных и национальных областных организаций, которые внесли ощутимый вклад в развитие и укрепление единства народов 47-го региона. Одним из обладателей диплома губернатора стал глава землячества донбассовцев Санкт-Петербурга и области Сергей Лисовский. Награждение Союза донбассовцев от губернатора Ленинградской области я считаю неожиданным и очень приятным сюрпризом в 2015 году. Потому что я не знал об этом и, конечно, приятно. И я считаю, что наш Союз донбассовцев заслужил эту награду от губернатора. И мы будем ей дорожить, и об этом узнает весь Донбасс. Помимо социальных и политических деятелей, наградами были отмечены представители разных народов, проживающих на территории области. А это белорусы, татары, узбеки, грузины, буряты и многие другие. Отдельное внимание уделили и непосредственно исконно русской культуре. Второй год мы принимаем участие в фестивале «Россия. Созвучие культур», где встречались с губернатором. И он у нас побывал в гостях в этом году. Мы проводили областной праздник Петра и Феврония. Песни, народные игры, ремесла русские. Специально к празднику были открыты две фотовыставки, посвященные знаковым событиям, проходившим в 2015 году во всех районах области. Большинство из них направлены на объединение жителей нашего региона, независимо от их возраста, профессии, религиозных взглядов и национальности. Осмотр строящихся детских садов во Всеволожске и его окрестностях был главной целью рабочей поездки сюда губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Поселок Романовка. Здесь за счет средств областного и местного бюджетов возводится детский сад на 280 мест. Новый планируемый срок сдачи в эксплуатацию – ноябрь следующего года. Другой долгострой – дошкольное учреждение на 160 мест во Всеволожске на улице Героев. Строители обещают ждать его в конце этого года. Если этого не произойдет, перспективы у строителей и властей района будут далеко не радужными. Сейчас надо по всем детским садам, по городу и по району брать тему номер один. Мы сейчас закроем проблему по детским садам практически по всей области. Вы остаетесь у нас одни. И внимание к вам будет особое. И со стороны нас, и со стороны федеральных надзорных органов, и контрольного управления президента и так далее. Потому что вы остаетесь одни в Ленинградской области, где недовыполнена будет программа по детским садам. Также Александр Дрозденко осмотрел площадки строительства детских садов в микрорайоне Южный, во Всеволожске, которые бизнес-сообщество возводит за свои средства и после сдачи передаст муниципальным властям. Среди осмотренных объектов отставание от графика на 4 месяца только при строительстве детского сада в Янино. У нас одна из основных проблем, которые есть сегодня в городе Всеволожске, во Всеволожском районе, это обеспечение детскими садами детей младшего и среднего возраста. И для этого мы сегодня объезжаем. Серьезные стройки – это детские сады. К сожалению, тот объект, на котором мы сейчас находимся, детский сад в Янино, отстает уже на 4 месяца от графика по строительству. И мы уже четко понимаем, что до конца года этот объект сдан не будет. Поэтому мы сегодня приняли решение, будем составлять жесткий график понедельный достройки данного объекта. Этот жесткий график будет контролировать как комитет по строительству, так и будем обращаться, чтобы нам с этим контролем помогала и прокуратура Ленинградской области. Губернатор взял ситуацию на особый контроль, чтобы все работы были завершены в начале следующего года. Дефицит сокращается, доходы растут. Парламентарии Ленинградской области приняли в первом и третьем чтениях поправки к закону о региональном бюджете на 2015 год и плановый 2016. По ним доходы бюджета на данный момент составляют свыше 92 миллиардов рублей. Расходы 100 миллиардов. Это изменение у нас было не запланировано, вызвано двумя причинами. Первая причина – это внесение изменений в устав. Вторая причина – в связи с катастрофой, которая произошла и в которой погибли жители Ленинградской области, мы предусмотрели 50 миллионов рублей на возможные выплаты по данному несчастному случаю. И нам необходимо восстановить резервный фонд. В планах правительства перераспределить средства бюджета и увеличить финансирование социальной, агропромышленной сфер, здравоохранения и образования. В связи с этим также внесли поправки о дополнительном пополнении доходной части на 104 миллиона рублей и расходной на такую же сумму. Законодательным собранием был рассмотрен и бюджет до 2018 года. По прогнозам в 2016 доходы составят чуть менее 86 миллиардов рублей. Предполагаемые расходы свыше 90 миллиардов. В 2017 эти показатели 84 миллиарда и 87. В 2018 год 88 миллиардов 500 миллионов рублей доходы, в том числе собственные 88 миллиардов 500 миллионов рублей расходы 92 миллиарда 40 миллионов рублей и дефицит 3 миллиарда 540 миллионов рублей, также составит 4% от уровня собственных доходов. Такой бюджет позволит сохранить финансовую стабильность и успешно реализовывать указы президента России. Коснулись на заседании и налогов. Губернатор Ленинградской области предложил ввести поэтапную отмену льготы по налогам на имущество для государственных унитарных предприятий, оказывающих инженерные услуги и научных организаций, имеющих госзаказы или государственный статус. Другая инициатива – введение льготы в размере 50% от ставки налога на имущество производителей автомобилей, которые работают на территории региона. Это позволит им снизить затраты и сохранить конкурентоспособные цены. Торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, начались с возложения венков к монументу Матери Родины на Пискаревском мемориале. Руководство главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ветераны милиции прошли мимо надгробий тех, кто погиб в осажденном городе в блокаду. Милиционерам в блокадном Ленинграде заниматься приходилось многим. Проверкой документов и регулированием движения, борьбой с преступностью, диверсантами и дезертирами, сражались с бандитизмом и охраняли общественную собственность. А ведь были еще и мирные заботы, работа с населением, фиксация браков, смертей и многое другое. Сколько милиционеров покоится под этими плитами, вероятно, доподлинно установить уже не удастся. Видно так же, как и число тех, которые ушли добровольцами и погибли на фронтах Великой Отечественной войны. От правительства и законодательного собрания Ленинградской области венок возложили заместитель председателя правительства 47-го региона Николай Емельянов и спикер областного парламента Сергей Бебенин. Вечная память защитившим Ленинград от врага. Вечная слава героям. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал прием в связи с празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Мы все прекрасно понимаем, что стабильная обстановка в нашем регионе, это в том числе и результат вашей каждодневной напряженной работы, работы, которая требует очень серьезных усилий не только каждого, но и всего коллектива. Участковых, оперуполномоченных, институтторов по делам совершеннолетних, полицейских патрульно-постовой службы, дорожно-патрульная служба, оперативников, криминалистов, следователей, дознавателей и других сотрудников органов внутренних дел. И сегодня можно смело и четко сказать, вы надежно стоите на страже закона и защите прав граждан, проживающих на территории Ленинградской области. В завершение приема лучшие сотрудники главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получили ценные подарки, благодарности и почетные грамоты главы 47-го региона. Ленинградская областная телекомпания присоединяется ко всем поздравлениям, которые звучали в этот торжественный день. Пятый раз в Ленинградской области прошел ежегодный Балтийский форум соотечественников. В Международном деловом центре «Виктория» в Выборге собрались представители Балтийского региона, Беларуси, Казахстана и других стран, где существуют общественные организации наших соотечественников. Собравшиеся уделили внимание всем основным вопросам, которые волнуют русскоязычное население за рубежом. В первую очередь это защита прав русского населения и отсутствие русского образования в странах Балтии, формирование там искаженного образа России и неприятие проводимой ею политики. В открытии форума принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Подробно и доброжелательно он ответил на все вопросы, интересующие аудиторию, обратив особое внимание на развитие приграничного сотрудничества. «Установление прямых контактов по приграничным программам. Это связанные программы и культурные, и исторические программы, и программы социальные. Здесь тоже есть опыт работы. Я, по крайней мере, считаю, что очень важно, что те программы, которые сегодня уже мы реализуем, они не приостановились. Потому что было опасение, что в рамках санкционной войны эти программы приостановятся». На основном пленарном заседании, а затем дискуссионных секциях, журналисты русскоязычных средств массовой информации, чиновники и депутаты парламентов, активисты общественных организаций горячо обсуждали бедственное положение русскоязычного населения в наших бывших союзных республиках. Говорили о склонности властей стран Балтии переводить чисто экономические проблемы в политическую плоскость и вести идеологическую работу в определенной направленности. Полностью единодушные участники форума были в вопросах образования и воспитания подрастающего поколения, формирования у молодежи зарубежья объективного подхода к роли российского государства в мировой истории и культуре. Обсуждались уже действующие программы помощи и поддержки соотечественников, разрабатывались новые инициативы. На форуме прошла презентация документального фильма, созданного поисковым отрядом Шлиссельбурга «Панорама. Штурм Берлина». Его просветительская и патриотическая направленность полностью соответствовала атмосфере Балтийского форума соотечественников. Поздней осенью начинается нерест благородной рыбы семейства лососевых – палии. В селекционно-генетическом центре рабоводства в Ропше планируют заготовить миллион штук икринок. Это самый ответственный период в работе рабоводов. Особи палии измеряют, взвешивают, снабжают микрочипами, собирают биоматериал, а затем бережно ухаживают за икринками. Сейчас идет заготовка икры для урожая будущего года. То есть мы только что закончили выпуск молоди палии в наше озеро, в Ладогу. А сейчас работаем над тем, чтобы в будущем году можно было бы повторить этот процесс. Потому что это надо из года в год возобновлять популяцию ладожской палии. Это очень ценный вид рыбы, обитающей в нашем озере. И, к сожалению, без поддержки человека он приходит в упадок. И необходимо каждый год выпускать 500 тысяч штук молоди палии. Воспроизводство водных биоресурсов, научная деятельность и производство качественного посадочного материала для товарного рыбоводства – это основное направление деятельности федерального центра. Мы вырастили в этом году порядка полмиллиона посадочного материала форели, причем разновозрастного. От 15 до 100 граммов различной навеской. У нас порядка 35 тонн товарной продукции. Не товарной, а посадочного материала. И мы его сейчас реализуем в Псковскую область, в Смоленскую область. Сейчас есть небольшие количества в Ленобласти, ведем переговоры, но здесь более сложная пока ситуация. Сейчас не очень здорово растет объем производства товарной продукции по разным позициям. Корма значительно подорожали, дорожает электроэнергия. Поэтому хозяйства не очень сейчас активно идут на наращивание объемов. В открытых и закрытых подоемах действует замкнутая система водоснабжения и очистки. В инкубаторах и бассейнах поддерживается определенная температура, что позволяет выращивать рыбу круглый год. После нереста палия в декабре начнется нерест форели. Дворянская усадьба словно театр начнется с вешалки, а точнее с гардероба и прихожей. В музее-усадьбе Рождествено уже к финальной стадии подходит ремонтно-реставрационные работы. Впервые за новейшую историю музея внутреннее убранство дома претерпевает изменения. Стены вестибюля, балясины и перила деревянной лестницы все свежевыкрашено. А оконные блоки и двери абсолютно новые, впрочем, как и красивая арка кассы, которая еще укрыта от строительной пыли. Все вместе это стало возможным благодаря гранту Министерства культуры и Международного банка, а также средствам, которые выделил областной бюджет. Надеюсь, что удалось сохранить и даже улучшить вид внутренней помешечения, потому что и оконные блоки, и двери, которые пока еще не установлены, они у нас лежат готовые, они выполнены по тем замерам, которые производились в Дании еще до пожара. То есть они уже полностью создают подлинные деревянные конструкции здания. В рамках грандиозного проекта в усадьбу уже приехал чуть ли не целый состав с новой мебелью, которую, к слову, делали на заказ по цели и задаче музея. Все выполнено качественно и со вкусом. Современным мебельщикам удалось даже передать предметам, банкеткам, стульям атмосферу и настроение старинной усадьбы. А еще сюда уже завезли складную сцену и столы, которые будут разворачивать специально для мероприятий. Закуплена, правда, пока не установлена современная звуковая световая техника. Из мебели в будущем в этих стенах появятся плетеные гарнитуры для веранды и новое, сделанное на заказ из благородных пород дерева, выставочное оборудование. Все идет к тому, что Набоковская усадьба будет не просто мемориальным местом, а современной гостиной с интерактивным пространством. Посетители смогут оценить это уже к концу года. Самое лучшее крестьянское хозяйство России находится в Ленинградской области в Кирижском районе. За высокие показатели в деятельности хозяйства Александр Москвин был награжден золотой медалью на недавней выставке «Золотая осень». За несколько лет стадо породистых животных в 300 голов разрослось на хороших кормах. Сегодня общее поголовье 900 животных. Определяющий фактор, почему мы, кстати говоря, начали этим заниматься, это существующая на сегодняшний день в России программа поддержки этого направления, программа развития мясного животноводства. И это, конечно, было одним из ключевых факторов. То есть мы увидели, что государство выделяет для этого деньги. И больше того скажу, что вряд ли возможно было бы такое развитие без поддержки государства. Мы участвовали в осих программах развития, то есть поддержка закупки племенного скота. Сейчас хорошая программа действует на увеличение маточного поголовья. И в этом году, кстати, эти деньги были также увеличены со стороны государства. Ну и без этой поддержки, конечно, мы бы не смогли развиться настолько, насколько мы смогли. Крестьянское хозяйство участвовало в областном конкурсе и выиграло грант на развитие семейных ферм в размере 15 миллионов рублей. Построены новые загоны, отремонтированы фермы, амбары, сенные сараи, пущен цех мясной переработки. Сегодня хозяйство оформляет документы на участие в областных и федеральных программах поддержки сельскохозяйственных предприятий, чтобы построить новые дороги и создать необходимую инфраструктуру. В Гатчинском районе планируют потратить полмиллиона рублей на настенную живопись. Все работы местных художников сперва согласуются с администрацией. В творческом арсенале у ребят и трансформаторные будки, и заборы, и, конечно же, фасады зданий. Комитет по молодежной политике такие инициативы поддерживает не только морально, но и материально. Под полумиллионом предполагается, что это будет не один, не два объекта, это будет порядка четырех-пяти объектов. Поэтому я думаю, что сумма небольшая, тем более, что она берется не из воздуха. Составляется проектно-сметная документация, и на основании ее реализовываются эти работы. Проект «Добавь красок» активисты из Гатчины разработали пять лет назад, опираясь на опыт зарубежных коллег. По мнению специалистов, вид скучных, однообразных сооружений не только портит внешний облик города, но и вредит здоровью горожан. Так и появились райские птицы, корабли и мультяшные персонажи. Мы это делаем для того, чтобы помочь городу, помочь городам развиваться. Люди выходят, им нравится, им веселее. Я надеюсь, что им веселее, что по отзывам так и происходит, что им радостнее видеть, скажем так. Подобные картины, нежели серые будки. Большинство жителей города не против этих художеств, но есть и те, кто считают такие бюджетные траты нерациональными. Однако количество скептиков постепенно уменьшается. Отдавая дань году литературы в Музее истории Шлиссельбурга в довольно светских стенах открылась духовная выставка. Ее посвятили одной единственной, но самой читаемой на планете книги – Библии. Определив главный предмет экспозиции, как в веках не стареющий, организаторы смогли объединить сразу несколько эпох. Здесь нашли свое место и старинные фолианты в потертом переплете с заметками на полях из века 17-го. Здесь же иллюстрации из более древних изданий, к примеру, из середины 11-го века. Уникальные копии, которые на самом деле являются штучными экземплярами во всем мире. Не каждый мог прикоснуться к этим книгам, а уже получить разрешение на их копирование тем более. То есть, понимаете, мы имеем с вами возможность посмотреть то, что хранится за семью печателями. Эти картины сами по себе стали изюминкой выставки. Копии из благословения армянского первосвященника сделал художник Икар Малеревский. Он же и завещал редкие иллюстрации Валаамскому монастырю. Сегодня по ним можно увидеть, что уже 10 столетий назад книгопечатание было на очень высоком уровне. Библейские истории по сей день сохранили четкость рисунка и все оттенки цветов. Когда выставка уже была готова, в самые последние дни я нашла буквально на развале, назовем это так, две замечательные книги. Одну книгу 1901 года, это руководство по изучению Библии и древнееврейского языка и двухтомник «Праздничные молитвы». Елена Федотова стала соавтором этой выставки. В основу экспозиции вошли древние фолианты, альбомные листы императорского Эрмитажа и иллюстрации из ее личной коллекции. Рассказывает, как однажды нашла буквально под ногами на улице старинную пасхальную открытку 1915 года. «Материнское письмо на фронт» так и начала заниматься собирательством. И такие удивительные находки – не единичный случай. Это выставка для чувствующих или желающих стать духовно выше. Но мы очень хотим, чтобы все наши гости поднялись в своей душе до высот. И поэтому мы представляем эту выставку. Организаторы постарались, чтобы она получилась не только вот такой теплой и камерной по атмосфере, но при этом и интерактивной. Редкий случай, когда музейный экспонат можно взять в руки и увидеть, как с годами совершенствовалось мастерство тех, кто брался за издание и иллюстрирование самой древней книги на Земле. В Гатчине развернулось сражение между белыми и красными. Около 300 реконструкторов из России, Белоруссии, Польши, Латвии и Эстонии приняли участие в Международном военно-историческом фестивале «Гражданская война Северо-Запад 1919 год». Поэтапно на поле выходили пехота и конница. Кульминацией стало появление броневиков. Мы планировали на этом мероприятии представить танк «Ремой ФТ-17». Таких танков воевало три на Северо-Западе. Фины дали эти танки. Не прошел ходовые испытания. Достаточно сложная система ходовая. Увидеть людей в костюмах можно было даже в толпе зрителей. Дамы в меховых шапках и удлиненных юбках, серых пальто с красными платками на головах, мужчины в шинелях. Были среди наблюдателей и профессионалы. Оценить фестиваль приехал родоначальник реконструкции в России, историк Олег Соколов. Великолепно сделанная форма, прекрасное вооружение, экипировка. Это здорово. Но хотелось бы немножко больше тактической организации на поле сражения, более внятного сюжета, потому что я профессионал. Тема, конечно, популярна. Она была очень популярна в эпоху перестройки. Потому что тогда гражданская война, это было прикосновение еще к политическому моменту, очень важному. То есть мы надевали на себя мундир белых, так сказать, войск. Мы тем самым определенную свою позицию высказывали по отношению к тем остаткам советского, так сказать, правительства, которые были. Коммунистическая партия. Сейчас эта тема, она, я не скажу, ушла. Чуть-чуть не так актуальна. Первая реконструкция в России состоялась в 1988 году. Сегодня такое хобби имеют порядка 80 тысяч человек по всей стране. Для одних это возможность ненадолго перемещаться в прошлое, для других изучать историю в мельчайших деталях. Гражданская война это самое худшее, что может произойти со страной. И разделение на белых, красных, зеленых махновцев, это, ну, по сути дела, это одни и те же люди, да. Много мероприятий по этой тематике проходят. Но каждый раз я убеждаю, что в некоторых людях она еще, эта гражданская война осталась. Как только вот это заходит, политизация, да, то сразу же появляется понимание, что не дай бог. Поэтому я так, реконструкция вне политики. Наша задача показать, как было, для того, чтобы не повторилось. Победителей в бою не оказалось, обе стороны понесли колоссальные потери. Такой финал как нельзя лучше, говорит о бессмысленности воин и учит хранить мир. Самая титулованная волейбольная команда Ленинградской области продолжает одерживать победу за победой в чемпионате России. В этот раз в двух домашних матчах динамовцы опередили волейболистов из Грозного. Обе команды хорошо стартовали. Наши земляки одержали четыре победы в четырех матчах. Грозненцы три. Поэтому неудивительно, что в этот раз игра шла почти на равных. По итогам первого матча в решающей пятой партии Динамо-Ленинградская область оказывается сильнее. Счет 3-2. Прежде всего, мне кажется, красивый волейбол был сегодня, достаточно нервный, валидольный, так называемый. Но победили в непростой игре. Соперник был супер мотивирован. Большинство игроков либо играли в автомобилисте, либо играли в Динамо-Ленинградской области. Желание нас победить, конечно, у них зашкаливало. Мы тоже неплохо выглядели, но, к сожалению, в нескольких партиях совершили грубые ошибки в концовке, что не позволило склонить счет в свою пользу. Поэтому такая тяжелая пятисетовая игра. Наверное, по игре единственное, что стоит сказать, что соперник играл искрепощенно, а на нас все-таки давлел результат, потому что мы как-то должны были победить априори. Поэтому более скованная игра, отсюда свои какие-то ошибки и нервная концовка. Вторая встреча команд получилась менее напряженной. На шестую победу подряд на старте чемпионата подопечные Олега Согрина потратили чуть больше часа. «Динамо Элоу» переиграла соперника со счетом 3-0, не дав грозненцам даже шанса на спасение. Сейчас наши земляки готовятся к четвертому туру чемпионата России и матчу с командой с Перми. В первых числах ноября прошел ежегодный нью-йоркский марафон «Ахиллес», в котором принимали участие инвалиды из многих стран мира. В этом году на старт вышло около 50 тысяч любителей бега из Канады, Польши, Бразилии, Эквадора, Венесуэлы и шестеро из России. В числе участников был и наш земляк из Гатчины – Василий Петрович Пестряк-Головатый. Дело в том, что до аварии я бегал, я был в сборной Гатчины и выступал на различных спартакиадах не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Я полег к атлетике на средние дистанции, потом на длинные дистанции. И когда разбился, оказался прикован, я понял, что именно бег, движение может вернуть меня в строй. И уже через два года я начал бегать, пробеги по 5, по 10 километров. Год назад я вступил в международное сообщество движения клубов инвалидов «Ахиллес», штаб-квартир, который находится в Нью-Йорке. И в этом году «Ахиллес» предложил мне принять участие в марафоне. Условие одно. Я должен своими силами либо дойти до конца, до финиша, и тогда мой результат будет зарегистрирован, а либо я сажусь на коляску и я схожу из-за статуса. Участников марафона на протяжении всей дистанции 42 километра 195 метров активно поддерживали доброжелательные болельщики, что, конечно, придавало им сил и энергии. Я встал на трассу в Америке. Русский идет. Неужели он сдастся? Невозможно. Русские же не сдаются. Мне бы только судорогой свело, и я упал бы. Может быть, только тогда бы я сошел из-за станции. А так я дошел. Я горд тем, что за Россию. Я горд, что прославил Гатчину тем, что я прошел марафон. Марафон дал возможность его участникам не только поверить в себя, но и приобрести много новых, отзывчивых и добрых друзей. В поселке имени Морозова завершился турнир Кубок Ладоги. Сильнейшие хоккеисты России и Белоруссии боролись за победный трофей на ледовой арене Хорс. Главное условие – все спортсмены должны быть 2001 года рождения. Среди участников – снежные барсы и пингвины из Москвы, команда «Юность» из Минска и «Металист» из Жлобина, а также представители города Подольск. Витязь-Подольск в данный момент считается сильнейшей командой страны по нашему возрасту. У них собраны очень многие сильные игроки не только России, но и из Эстонии, насколько я знаю, где-то, может быть, белорусы играют. Ну, не факт. В общем, по составу это очень сильная команда. Наш регион традиционно отстаивали «Варяги». По итогам турнира – третье место. Проиграли Подольску и лучшей команде Белоруссии. «Юность Минск – чемпионы Белоруссии. Тоже, наконец, обидное поражение по гулитам. Вели, потом проиграли». На Кубок Ладоги зарубежные гости с удовольствием приезжают вот уже не первый год. Кроме захватывающих игр с серьезными соперниками, у хоккеистов есть возможность побывать в интереснейших местах и оценить красоты нашего региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова